В Новочебоксарске завершился Кубок России по женской вольной борьбе, который проходил в стенах обновленного легкоатлетического манежа. Как отметили официальные гости стартов, эти соревнования рассматриваются как один из этапов отбора спортсменов для подготовки к Олимпийским играм 2016 года. Кроме того, они высказали мнение, что в ближайшее время в Чувашии может открыться межрегиональный спортивный центр по женской вольной борьбе. В Чувашии такие соревнования проводились впервые. Свыше 120 сильнейших спортсменов из 30 регионов страны приняли участие в Кубке России по женской вольной борьбе. Много делается, но нам предстоит еще много сделать. Вкладывается и вводится в новые объекты этот прекрасный докопительский монет. Буквально мы вводили в прошлый год, сегодня в ракмейске занимаются спортсмены высших достижений. Занимаются студенты, занимаются школьники, занимаются дети, которые входят в еще несколько садов. Имена чувашских спортсменов известны далеко за пределами России. Это подтвердил главный тренер женской национальной сборной по вольной борьбе Юрий Шахмурадов. Проводится hub от России по вольной борьбе, который выбрал грузов для этой ситуации. Имена пославлива, и у вас, спортсменов, и декоративной среди пределами нашей Родины. Соседник, декоративной средствами, декоративной кровотой, декоративной красновой, водопадной техно-декоративной и декоративной рюмки. Уроженка села Шихазана Канажского района, выступающая за Брянскую область, Алина Морева стала победительницей в категории до 48 килограмм. В остальных категориях победа праздновали представительницы Москвы и Московской области. Михаил Дементьев, Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика.